Мы находимся в центре первичной медико-санитарной помощи номер 4. Весной этого года здесь ввели новый метод лечения – мобильную паллиативную помощь. Контракт рассчитан на 200 пациентов, но уже сейчас их более тысячи. Мобильная паллиативная помощь – это новое направление поддержки тяжелых пациентов, позволяющий улучшить качество их жизни, а также поддержать семьи. Специально для этого были созданы целые выездные группы, которые приезжают на вызов нуждающимся. Эта помощь оказывается тяжелым пациентам на дому, и помощь оказывается мультидисциплинарной командой. В данную команду входят лечащие врачи – это врачи паллиативной помощи, это медицинские сестры, это социальные работники, это клинический психолог, а также представители духовенства. Помощь в реализации проекта пришла от Национальной службы здоровья Украины. Контракт заключили в апреле этого года, и рассчитан он на 200 тяжелых больных. Вот только по словам директора, количество нуждающихся значительно растет. Заключили договор с Национальной службой здоровья Украины, и финансирование все осуществляется за счет Национальной службы здоровья Украины. Все средства технической реабилитации закуплены за эти же деньги. Пока больше нам никто ничего не предоставлял, никакие волонтерские организации нам пока еще ничего не дарили. Разновидности болезней самые разные. В обществе считают, что в паллиативной помощи нуждаются только пациенты с онкологией. Но Татьяна Черненко утверждает, что большинство пациентов ее центра поставили другой диагноз. Паллиативные больные – это совершенно очень обширная категория пациентов. Это не только. Принято считать, что паллиативные – это тяжелобольные онкологические пациенты. Да, львиная доля таких пациентов действительно – это онкологические. Однако, очень много у нас пациентов, которые постинсультные, у которых какие-то нарушения в результате возрастных изменений в головном мозге. Для того, чтобы получить бесплатную паллиативную помощь, необходимо заключить декларацию с семейным врачом данного центра. Именно он оценивает состояние больного и в случае необходимости выписывает назначение. Такие пациенты первично контактируют для начала с семейным доктором. То есть, они приходят к своему семейному доктору, если у этих пациентов есть декларация. Если нет, они заключаются со своим семейным доктором. Он оценивает состояние больного. Если он нуждается в такой помощи, мы выписываем электронное направление. Центр уже закупил техническое оборудование для экстренной помощи. Медсестры подчеркивают, спасением для пациента являются противопролежные матрасы. Именно с их помощью пациент чувствует себя гораздо комфортнее. Мы на эти средства закупили инвалидные кресла, ходунки, противопролежные матрасы, стилейт-туалет, кислородные концентраторы. К нему идет специальный компрессор. Вот сам матрас, переходник, который идет от матраса к компрессору. Он надувается и постоянно включен в сети. На небольших оборотах пациент лежит, при этом там идет давление, как бы меняется. И так оно действует на пролежне. Получается, когда пациент лежит на таком противопролежном матрасе, риск возникновения пролежни чем минимальный. Помощь нужна не только пациентам, но и их родственникам. Психологи центра устраивают специальные тренинги на различные темы. В случае, если родственники не могут сами пережить тяжелую ситуацию, врачи приезжают домой и проводят бесплатные психологические консультации. Темы бывают так, как правильно общаться с человеком, который находится в тяжелом состоянии. Потому что, как правило, родственники хотят обсуждать тему смерти, тему состояния своего тяжелого. Они боятся об этом говорить кому-то. И поэтому мы стараемся обучить близких родственников, как непосредственно общаться с таким тяжелобольным. Это не единственный социальный проект Центра первичной помощи номер 4 в планах развивать телемедицину и бороться за различные финансовые программы.